Всем привет, с вами вновь Андрей Лов и давайте сегодня что-нибудь поделаем в фотошопе. Сразу прошу прощения за качество звука, буду записывать на не основной микрофон, вроде все будет слышно, но не идеальное качество. Что мы сегодня будем делать? Сегодня будем рисовать с вами логотип Doom, мне он очень нравится, недавно увидел ролик четвертой части, выйдет она после нового года и решил на примере этого логотипа пояснить достаточно очень много интересных моментов по векторизации. Итак, давайте усложним наш процесс рисования, то есть сделаем наш референс более размытым, чтобы полностью понимать принципы отрисовки. Давайте для начала мы все уменьшим размер изображения, до каких-то там, допустим, уменьшим до 30%, а теперь давайте это все то же самое мы растянем. Принцип векторизации, ну, я учу вас векторизовать все в фотошопе, я считаю это для меня очень удобно и достаточно правильно. Значит, когда мы увеличиваем размер нашего референса, либо референса, либо же вашего эскиза, то вы должны смотреть на размер изображения, он должен быть около 100 мегабайт первоначально. То есть вот мы ставим проценты и подбираем какую-то величину, там сколько, 2000% наверное должно быть, ну, давайте начнем с 41,7 мегабайт, о чем увеличил изображение, размер изображения, процент и поставим 2000%. Окей, вот, мы увеличили, видите, у нас там получились такие хорошие размытые края и то, что нам нужно, то есть мы усложняем нашу векторизацию. Сегодня у нас все принципы, которые мы будем разбирать, можно разделить на три составляющих. Первое – это направляющие, второе – это разделители и третье – это определители. Давайте мы с вами посмотрим, что же это такое. Причем все мы будем делать растрово-векторное с помощью инструментов фотошоп. В фотошопе есть, безусловно, свои направляющие. В данном случае их надо включить, они у меня выключены почему-то. Просмотр, включить направляющие, линейки, да, вот они. Вот они, направляющие. Проблемы направляющие в том, что они ставятся либо по горизонтали, либо по вертикали. Больше направляющих фотошоп нам другие поставить не позволяет. Но это можно все обойти с помощью прямых безе с обводкой. Давайте мы сейчас с вами введем начало к временологии. Итак, что такое направляющие? Направляющие – это незамятый контур безе, который имеет обводку, в моем случае, это один пиксель. И тем самым эту направляющую можно подставлять куда-либо и по ней определять изменение какой-то геометрии нашего логотипа, который мы рисуем на электронном объектах. Что такое разделитель? Разделитель – это некая фигура, в моем случае это инструмент-фигура, которая определяет расстояние между какими-либо значными элементами. То есть в данном случае у нас разделитель будет определять расстояние между буквами. Видите, здесь можно перенесить сюда, ее все время будет одинаково. И третье – это определитель, это, собственно, та же самая фигура, только она что-то определяет. В нашем случае она будет определять размер ширины части букв. То есть вот, например, если мы сейчас поставим этот разделитель и будем его перетаскивать, везде ширина букв будет совпадать. Давайте теперь перейдем уже непосредственно к отрисовке логотипа. Здесь суть этой работы будет заключаться как раз в установлении тех самых направляющих, разделителей и определителей. А сама прорисовка логотипа, она достаточно очень простая, на самом деле, если мы правильно все это выстроим. Итак, поехали. Первое, что мы делаем, мы делаем направляющую-разделитель. То есть мы ставим четко по вертикали низанческий контур без Е. Делаем первоначальную обводку 4 пикселя, делаем, выравниваем, чтобы по центру, в конце, скругленные, углы не принципиальны. И ставим какой-нибудь цвет. Тут такой момент. Лучше сделать цветовое локодирование. То есть все линии, которые у нас будут по горизонтали, один цвет, по вертикали другой, который под углом будет третий. По вертикали вкусно будет какая-то бирюза. И мы ставим эту направляющую-разделитель в центр нашего лого. Будем векторизовать его в центр, так как логотип симметричный, буква расположена симметрична друг под друга. И дальше к ним подрисована буква D и M. И теперь мы сразу же рисуем с вами разделитель. То есть по идее сначала направляющую, но мы определяем ширину таким образом, чтобы она у нас совпала с краем логотипа. Буква O заговариваюсь. 14, я думаю, мало. Давайте поставим 16. Мало, давайте поставим 20. Я думаю, на этом определимся. Вот 20, я думаю, вполне достаточно. Ну, может быть, даже еще 24 давайте поставим. Сделаем. Отлично. 24 мы с вами определили. И всегда уменьшаем непрозрачность, чтобы через все это можно было рассматривать. Непрозрачность ставить процент на 60, может быть 50. Отлично. Далее. Теперь мы с вами должны нарисовать определитель. То есть определитель, который будет определять ширину части букв. То есть ставим новый слой. Берем инструмент прямоугольник. И рисуем ту ширину, которую мы определили. Вот мы нарисовали прямоугольник. Берем Ctrl T и тут легко просто подводим к краю нашего разделителя. Ну, здесь вот как-то определяем, сколько у нас край размыт. И будем считать, что это у нас эскиз как раз для этого и сделал, чтобы мы сами все определяли. Они тупо перерисовывали. Ждем Enter. Определяем какой-нибудь другой цвет. Они у нас будут желтыми. То же самое. Направляющие. Ой, непрозрачность уменьшаем до 50-60%. Ctrl T и растягиваем. Отлично. Следующий этап. Это... Ну, в данном случае мы не будем определять ширину вот этих вот вещей. Хотя... Нет, давайте будем определять, уже будем все строить по логике. Тут проще всего продублировать этот самый слой. Нижний слой скрыть, определить, выделить две точки, нажать Ctrl T и просто их перенести сюда. То есть у нас правая грань будет спадать с предыдущим разделителем, а левая мы просто им ставить таким образом двигаем. А вот определяем ширину вот этих вот внутренних вырезок в букв. Ну и ставим какой-то красный цвет, то есть другой или зеленый. То есть вот под таким образом сейчас у нас все это выглядит. Вот видите, это у нас разделитель, определитель, определитель. Ну и теперь дублируем еще раз наш определитель, просто его перетаскивают. И сочетаем его с... Такой вот нашим зеленым внутренним тоже определителем. Далее. У нас нарисована буква О фактически, она нарисована у нас по вертикали. Тут все очень легко, достаточно все это скопировать, все эти три слоя. Просто отразить их по горизонтали, хотя они должны быть в принципе симметричны. И просто перенести их и поставить их в край нашего разделителя с другой стороны. Вот таким вот образом. То есть наша буква теперь абсолютно симметрична. В следующий момент продолжаем букву D, букву M рисовать. То есть сейчас мы идем только по вертикалям. Сначала мы дублируем наш разделитель, перетаскиваем его. Ставим его четко рядом с желтым изделителем. Есть. Далее дублируем. Желтый. Перетаскиваем. Ну и тут принцип простой, я думаю, вы уже поняли. То есть просто определяем правильность диаметрии нашего логотипа. Далее находим, где он тут зеленый цвет наш. Ой. Надо его вот зеленый, видите, плохо считывается. Поэтому нужно поставить другую. Вот красный считывается хорошо. Но единственное, что его нужно уменьшить непрозрачнее. Переносим красный. И снова желтый, перенесли. Ставим их рядом. Есть. Отлично. Ну и теперь то же самое букву M нужно сделать. Сначала переносим наш бирюзовый, наш разделитель. Потом переносим наш желтый разделитель. Ставим края. Далее у нас здесь, ну, суть к чему, здесь тоже можно посмотреть. Но вот эта вот часть буквы M, она также входит в, вот как раз у нас четко красный разделитель. Поэтому также можно поставить и продублировать еще желтый. То есть у нас логотип абсолютно симметричный. То есть все буквы, видите, они, если мы от этого центра посмотрим лево-вправо, расстанем где одинаковый. То есть логотип абсолютно симметричный. Так, вот мы первое, что сделали, мы с вами выстрелили вертикальные наши разделители. Теперь все это можно догнать в группу. Назад это как цифра 1. И еще понизить непрозрачность, когда будем отрисовывать, чтобы было более удобно все это строить. Давайте сохраним сразу на рабочий стол, чтобы, не дабы, как ничего не удалилось. Лого Doom. Ага. Нет, на русском. Лого Doom. Есть. Следующим этапом теперь мы строим наши уже направляющие. Это не будут у нас разделители, а будут как раз направляющие. Сейчас мы берем с вами, вытаскиваем одну бирюзовую направляющую поверх этой папки. И здесь мы как раз делаем уже обводку 2 пикселя. И поскольку сейчас они уже у нас будут по-другому, типа другим углом, определяем какой-нибудь цвет. Пусть это будет какой-нибудь красный. Вот он. Есть, да? Но вид мы его очень плохо видим. Но это как раз так и должно быть. То есть когда мы строим именно направляющие растровые, лучше их делать тонкими. Дальше возьмем Ctrl-T и определяем величину направляющей. Не величина, а угол. То есть вот исходя из углов, которые у нас есть в референсе. То есть это вы могли бы в эскизе сами определить. А если мы вернем, вот подставим, будем пытаться идеализировать это, повернем под 45 градусов. На минус 45 и посмотрим, так ли у нас дизайнеры, которые рисовали эту букву, нет. Они определяли на 45 градусов, там получается угол другой, поэтому будем подбирать на глаз. Вот таким вот образом мы ее поставим в эту направляющую. Есть. Подвинем. Следующую дублируем просто, делаем Ctrl-T и отражаем по горизонтали. И двигаем таким образом, чтобы у нас эти самые линии совпали четко в центре нашего разделителя. Таким образом мы добиваемся симметрии. Далее дублируем направляющую и через клавицу shift мы переносим это на букву D. Перенесли. Таким вот образом. Дублируем направляющую вот эту вот красную и также ее сюда переносим. Есть такой момент, то же самое. Чтобы у нас все было симметрично, здесь нужно первое, что сделать через Ctrl-T, увеличить направляющую. Направляющую, которую мы к букве D определили, ее нужно удалить. Направляющую к букве M мы должны поставить правильно, как мы это видим. Продублировать, Ctrl-T отразить по горизонтали, переместить влево и то же самое поставить таким образом, чтобы они визуально по центру нашего разделителя пересеклись. Тогда у нас добиваемся полностью симметрии. Отлично. Далее, какие нам нужно еще направляющие нарисовать? Вот эти вот, которые ограничивают букву O. Тут тоже все очень просто уже. Я буду как направляющих. Перемещаем. Здесь такой момент. То есть у нас по-хорошему вот эта вот ширина, она должна полностью соответствовать ширине желтого направляющего. Как это проверить? Ну, по идее, сюда нужно будет тоже поставить приздитель, но мы это сделаем визуально. Итак, одну направляющую вставим сюда, вторую направляющую Ctrl-T отражаем по горизонтали и вставляем к другой букву его. И то же смотрим, чтобы они направляющие у нас пересеклись в центре нашего разделителя. И теперь давайте так. Мы сейчас с вами определим направляющие для внешних форм. Сначала нарисуем внешнюю форму D, вот эту дума, потом вычтем вот эти внутренние уже объекты. Следующие у нас направляющие, которые у нас должны быть, это направляющие, которые у нас срезают букву O, букву D, M. Вот эти вот направляющие, то есть мы просто должны выстроить. То есть мы сейчас должны представлять, что вот мы идем по направляющим и строим просто внешний контур. Верхние направляющие, они параллельны нижним, поэтому все, что нам нужно сделать, это просто дублировать управляющие и перетаскивать их. Ставим одну направляющую. А, здесь такой момент, ну, давайте тогда сначала направляющие выставим, просто мы их поставим. Вот таким вот образом. То есть все углы, которые у нас одинаково вкосились, мы их ставим. Здесь они все должны заходить на одну и ту же величину, то есть на одну и ту же вот, в одном и том же месте пересекаться. Здесь можно как раз поставить визуально одну и ту же, вот такую вот вертикальную линейку. Вот эти направляющие, их подвиг таким образом, чтобы они визуально совпали с линейкой где-то по центру. Таким образом мы добьемся одинакового угла скоса. Выделять можно всегда белой стрелочкой эти направляющие, если в слоях запутались. Сделали. Теперь нам нужно сделать то же самое, только уже... А, не, подожди, здесь, наверное, еще один надо поставить, вот буква D. Да, они тоже здесь. Есть. Но видите, здесь угол, он заходит ниже, чем вот этот скос, поэтому здесь его можно поставить, как нам нравится. Вот такие вот, вот эти. И теперь все это отражаем. Ctrl-T по горизонтали. И все то же самое, ставим только теперь для других углов среза. Ну, здесь все просто, здесь мы уже встанем, чтобы они пересеклись по центру. Раз поставили. Два поставили. Что у нас там еще, где у нас надо поставить? Здесь поставили, здесь поставили. А, ну, нужно еще вот здесь поставить букву M. Ну, здесь то же самое, чтобы все идеально совпало, мы поставим вниз направляющую. И поставим крайне неуправно-производительным образом, чтобы у нас четко к этой точке у нас все пересеклось. Вот, мы поставили. Эти управляющие можно удалить. Просмотр удалить управляющие. Все, и теперь осталось только определить нам верхнюю границу нашего логотипа. И внешний контур, думаю, можем уже рисовать. Чтобы его определить, нам нужно вытащить один из желтых изделителей, так как у нас, я так понимаю, ширина. Если мы посмотрим, соответствует ли нам ширина вертикального штриха и горизонтального. Давайте мы вытащим какой-нибудь желтый управляющий. Желтый наш разделитель, Ctrl-T, по 90 градусам отразим. Сделаем его очень-очень широким. Изменим какой-нибудь ему цвет, поставим какой-нибудь другой. Ctrl-T и переместим вверх логотип. И посмотрим. Как мы видим, у нас штрихи не совпадают, так как горизонтальный штрих он толстый. Поэтому ждем Ctrl-T и определяем ширину штриха. Вот таким вот образом. Есть. Собственно, теперь все. Можно рисовать уже внешний контур. Это тоже можно загнать в паку. Нажать 2, 2, 2. И теперь мы спокойно. Очень просто, потому что когда есть сеть определитель, направляющий, вообще вся работа превращается в элементарное построение точек. То есть мы теперь просто ставим поверх всего этого такой слой. Берем инструмент фигуры. И поехали ставить точки в пересечении от наших направляющих определителей. То есть все очень просто. Ставим раз точку. Ну, точка ставится, вот как вы видите, это все-таки пиксельная обводка. Мы интерпретируем это как квадрат. Вот он, квадратик. И ставим четко по центру квадрата. Вот, надо было поставить. Вот видите, визуальный квадрат. Вот мы четко поставили и определили. Все. Идем вверх до пересечения. Нажимаем кнопку Shift, чтобы четко все поставилось у нас по горизонтали, по вертикали. И так далее. То есть все вообще банально, примитивно. Построение внешнего контура, потому что надо просто поставить точку. Все. Далее, жмем сюда. Вот у нас, видите, визуальный квадрат. По центру. Идем вниз. До линии определения. Ой. И, собственно, замыкаем контур. Вот, чтобы теперь показать, что у нас получилось, нам достаточно все выключить. То есть вот видите, как мы с вами легко нарисовали внешний контур буквы D. То есть, вообще элементарно, правильно? И рисуем так далее абсолютно все внешние контура нашей буквы. То есть, сама буква, она будет вообще рисоваться там за какое-то там минимальное время. То есть, тут все время, которое вы будете реально тратить, это как раз в принципе состояние. А, тут вот момент, который мы забыли, да. Тут же буква имеет, как бы, такой кончик. Поэтому надо нам сейчас будет перерисовать. Мы сейчас отменим предыдущую точку. Да, вот эту вот мы сохраним. Нам нужно будет поставить еще две направляющих. Вот эти вот, которые будут давать вот этот носик буквой D и буквой M. Про это я забыл. А, еще мы забыли определить направляющие для M, для внутренних. То же самое сейчас давайте сразу сделаем. Ну, тут тоже все легко. Дублируем одну направляющую, перетаскиваем ее, жмем Ctrl-T, чтобы она больше была. Вот сюда, подводим. Вот наш будет носик, я не знаю, как его назвать. Дублируем, Ctrl-T, отражаем по горизонтали. И тут вообще даже наша задача, просто чтобы они вот эти две направляющие, они просто впали по центру. В общем, даже можно смотреть, как там носику буквой S получится. Он ям должен быть симметричным, и вот он симметричный получился. И теперь давайте определим вот эти вот буквы M, направляющие. Также можно продублировать слой, здесь его уменьшить, подвести. Ну, и тут надо уже повернуть на угол, который визуально нам будет нравиться. Тут же такой момент, что вот эти вот направляющие, давайте мы их другим цветом каким-нибудь сделаем. Ну, пусть бирюза будет. Они должны быть четко по центру относительно нашего вот этого разделителя. Как это сделать? Делать достаточно легко. То есть, надо просто продублировать разделитель, нажать Ctrl-T, и как можно хуже его сделать. То есть, тем самым мы определяем центр нашей... Центр вот этого вот нашего разделителя красного. И теперь, выделяя бирюзовую направляющую, мы можем четко сделать, чтобы у нас вот этот вот угол совпал. Вот, ну, у нас линия должна идти из этого угла и где-то пересекаться вот здесь в центре. То есть, тогда у нас все, тогда будет у нас полная симметрия. То есть, вот мы как-то крутим, подводим и смотрим, насколько нам нравится. То есть, вот мы подвели управляющую, здесь она пересеклась. Отлично. Жмем Ctrl-T, отражаем по горизонтали. Вводим в сторону, и задача наша состоит в том, чтобы у нас линии пересеклись в центре нашего разделителя. Тогда автоматически здесь у нас будет... У нас пересекаться с границей двух разделителей. Вот, автоматически все получается. Ну, а теперь нам просто два слоя продублировать, опустить их вниз. Таким вот образом. Вот мы с вами, собственно, построили букву «М» с точки зрения вот этого носа. Продолжаем теперь все это строить. Вращаемся к нашей букве «Д». У нас уже есть этот слой. Вот он, слой 2. Он у нас... Где мы эту последнюю точку? Вот мы поставили ее на слой 2. Ну, и теперь нам нужно нарисовать букву «Д». Что там этого носика? Ставим сюда. Далее у нас идет... Таким вот образом прибежаем по центру. Ну, и, собственно, замыкаем наш внешний контур буквы «Д». Ну, давайте каким-нибудь цветом это изобразим. Ну, и вот мы теперь можем посмотреть. Вот у нас... Буква «Д» у нас построена. Сохраняем. Далее строим букву «О». То же самое. Все очень просто. Все строим по разделителям. Ничего здесь сложного нету. Начинаем... Не знаю, давайте вот... Начнем снизу. Вот здесь поставим. «Праз» точку. Переносим сюда, ставим 2 точку. Вверх идем четко. Вот пересечение ставим. 3 точку. Ставим 4 точку. Сжимаем пальцу «Shift». 5 точку ставим. 6 точку. 7 точку и замыкаем. То есть вообще буквы рисуются, не знаю, сколько за секунд, за 20. Ставим черный цвет. Вот видите. У нас получилась идеальная буква «О». Ой, буква «О». Здесь вообще можно просто на самом деле. Вот эту букву ее продублировать и отразить по горизонтали. Потому что она вообще идеально симметрична. О предыдущем. Мы так и поступим. Разднем «Ctrl-T», отразим по горизонтали просто. И если что, наша задача – это поставить четко в край разделителя. Вот видите. Идеально совпало все. Потому что все симметрично. Мы строим все по направляющему. Но все будет идеально. Ну и осталось только буквы «М» нарисовать. Создаем новый слой. И поехали рисовать. Первую ручку вставим. Вот она у нас. Раз. Опускаем вниз. До носика. Взрыв. Открываем еще «Shift». Два. Сюда. Три. Сюда. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Когда рисуем вертикально или горизонтально штрихи, даже зажимаем клавишу «Shift». Утром вообще заговариваюсь. Трудно говорить. Плежит. Ну вот, как видите, тут вообще ничего сложного нету. Элементарно представлено точек. То есть тут уже работа после того, как все верно поставлено, она просто элементарная. И каждая буква рисуется секунд по 20. Отлично. Ну и ставим черный цвет. Вот мы с вами определили, собственно, внешние контура всех наших букв. Мы их построили верно, красиво. У нас везде одинаковое расстояние между буквами. У нас везде одинаковые углы этих носиков, одинаковые выноски. Все, что теперь осталось сделать, это из этого логотипа вычесть внутреннюю часть букв. Давай теперь их нарисуем. Включаем наши разделители. Ну и смотрим, что теперь нам нужно сделать. У нас есть разделитель голубой. Мы его можем продублировать и сместить ниже. Таким образом, чтобы он нам дал нижнюю границу. Хотя здесь даже не обязательно так делать. Здесь у нас тоже, видите, все под скосом, под прямыми углами. Здесь можно все это сделать с помощью тех же самых направляющих. Верхнюю границу мы определили. А теперь нужно прилить нижнюю границу и углы скоса. Нам обязательно потребуются вот эти вот все разделители. Глубы. По ним будем ориентироваться, чтобы направляющие на четко попадали. Ну, единственное, что теперь нам не так потребуется, это куча всех направляющих. Их можно выключить. Абсолютно практически все. Оставить две и сейчас заново будем все перестраивать. Вот. Первая направляющая есть. Поехали. Вот мы определяем раз. Линию. Дублируем ее. Определяем. Делаем по горизонтали. Нет, подождите, надо ее продублировать было. Неверно я сделал. Дублируем. Ctrl-T по горизонтали. И все то же самое просто. Делаем так, чтобы у нас эти направляющие совпали в центре делителя. Есть. Дублируем. Уносим вверх. Потому что здесь у нас тоже идет некий, я не знаю, как это сказать, некий срез внутри букв. Вставляем направляющую. Ctrl-T делаем по горизонтали. Ставим таким образом, даже не смотрим на букву, просто ставим таким образом, чтобы у нас по центру управляющие совпали. Есть. Следующий этап. Это у нас... Что тут? Мы должны поставить... Здесь у нас линия есть. Главное, что определена ширином штриха. Здесь... А, да, я должны теперь поставить разделитель вот здесь. Здесь разделитель должен таким образом стать, чтобы вот эти линии у нас совпали. Пересечения. То есть, вот мы поставили. Ну, я прям даже четко поставил. Таким вот образом. Теперь все это можно увеличить, чтобы у нас сейчас появилось только такое сечение Ctrl-T, отразить по горизонтали. И смотрим таким образом, чтобы, опять же, у нас направляющие совпали в центре нашего разделителя. Ну и смотрим, все ли мы построили. Здесь есть, здесь есть. А, вот эти скосы, да, наверное, нужны еще нижние. Здесь, да, 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 здесь у нас будет острый угол, мы оставим. Нужны еще скосы внутри буквы О. То есть, вот таким вот образом мы их ставим. Ctrl-T по горизонтали. И, 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 и так же ставим, чтобы направляющие у нас пересекались в центре разделителя. Поставили. Есть. Ну и все. Нам теперь осталось нарисовать вот эти два, по крайней мере, для букв О. Создаем новый слой и поехали рисовать. Тут вообще все элементарно, опять же, все просто. Ставим 1 точку, сжатый клавиша Shift, ставим 2 точку, ставим 3 точку, сжатый клавиша Shift, ставим 4 точку, 4 точку, ставим точку 5. Ставим точку 6 и замыкаем. А, нет, еще сюда ставим точку 7 и замыкаем. Вот мы получили с вами часть, которую у нас из О вычитают, это внутреннюю границу. Можно посмотреть соотношение с условным логотипом. Ну и теперь, опять же, можно все не рисовать, поскольку у нас везде есть симметрия. Все, что нужно сделать, это просто продублировать, отразить по горизонтали. И все это подвигает до тех пор, пока у нас не совпадет с нашими текущими управляющими. Вот мы поставили, все совпало, отлично. Вот, что у нас на текущий момент есть. Все, что нам осталось теперь сделать, это для буквы D сделать такие же самые манипуляции. Ну, здесь все так же легко и понятно. Итак, у нас определен, нужны определенные направляющие. Точка пересечения у нас должна... Она здесь не определена, наверное, по высоте. Ну-ка, она с чем-то совпадает. А она совпадает, как если бы вот, да, штрих велся до конца. Поэтому мы ставим сюда направляющую. Раз, поставили. Какие здесь углы нужно скашивать? Здесь должен быть острый угол. Здесь у нас тоже, наверное, острый. А вот вверх. Вот здесь мы с вами скосим угол, а здесь мы сделаем... Здесь, наверное, надо прямой делать угол, потому что здесь скоса нет. Да, только вот этот скосим. Соответственно, здесь нам то же самое. Здесь нам нужно вот этот направляющий, которое нам даст четкую синхронизацию с предыдущими направляющими. Ну и, собственно, нужно продублировать. Получается только всего лишь две направляющие. Определяем направляющие, наверное. Раз. Дублируем. Ну и, собственно, смотрим, чтобы эта направляющая пересекла, чтобы в этой точке есть. И определяем направляющую 2. Вот. Всего здесь нужно две направляющие, что нам поставить на самом деле. Вот она направляющая, которая дает нам скосу 2. Поставили. Все. Голубые направляющие можно удалить. И теперь все, что мы делаем, это рисуем наш оставшийся элемент. Ставим точку. Раз. Вводим вниз. Зажатый клавишей shift. Два. Сюда. Ставим. Три. Зажатый клавишей shift. Ставим. Четыре. Ставим. Пять. И нажатый клавишей shift. Ставим. Шесть. Ставим. Ставим белый цвет. Все. Ровным счетом мы с вами получили логотип. За исключением того момента, что теперь пока у нас логотип находится не в одном слое. Делаем теперь это очень легко. Первый мы должны между собой объединить сначала эти черные буквы. Объединяем. Вот они. И все вот эти элементы, которые внутри у нас вычитают из буквы. Честно. Окей. Смотрим. Да, здесь у нас все острое мы сделали. Здесь у нас скос. 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 Здесь скос. Здесь все острое. Хорошо. И верхнему слою выделяем белой стрелочкой. Сдаем свойство вычести. И складываем его с предыдущим слоем. Кабинь и фигурой. И заливаем это произвольным цветом. Все. Файл сохранен. Итак. Мы с вами получили логотип дум. Давайте теперь, чтобы как-то красиво презентовать, быстренько нарисуем с вами правильный ингредиент. Пусть это будет черно-белый грудильен. Вот таким вот образом рисуем. Показать, что у нас получилось с вами что-то красивое. Сейчас мы это что-то с вами сделаем. Уходим. 16-битное пространство. Все это сводим. Уходим назад в 8-битное пространство. Делаем свет. Сделаем его нейтральным серым. Преобразовываем Smart Direct. Режим мягкий свет. И добавляем шум. Фильтер шум. Добавить шум. 10%. Нужно монохромный поставить. Окей. Ну и ставим непрозрачность в районе, например, 50%. Окей. И теперь переносим наш логотип был. Вот у нас появился логотип. Сюда его можно поставить по центру. Ну и давайте сделаем какой-нибудь градиент. Положение градиента. Ну, что-нибудь вот такое легкое сделаем. Можно сделать потемнее. Окей. Раздвинем наши полосы градиента. Что-то в таком духе. Ну, и теперь можно все... Размер изображений на самом деле уменьшить там до каких-нибудь там 40% до 6 мегабаритт. Окей. Ну, видно же нам уменьшить еще шум. Для презентации. Все. Итого. У нас с вами есть векторный логотип. То, что он векторный... Ну, можем еще раз. Экспортируем тут в иллюстратор, на всякий случай. Логотип. То есть... Давайте мы его с вами. Просто перетащим в иллюстратор. Ой, вот так. Удалить направо. Удалить. Очистить слой. Ой... Очистить слой. Да, иначе он просто там в иллюстратор правильно не перенесется. Откроем вот в иллюстраторе PSD-шку. Ну, для тех, кто считает, что в фотошопе нельзя рисовать векторные объекты. Ну, разумеется, нужно все-таки показать. Ну, и вот у нас, собственно, получился векторный логотип иллюстратор. Это так его можно здесь посмотреть. Хотя, вернем здесь назад. Мне больше здесь нравится, как он смотрелся. Тоже можно выбить цветы белой стрелочки и посмотреть. Вот мы с вами получили красивый, идеалистичный, правильный логотип Дума. Давайте выключим весь этот цвет и посмотрим только на сам контур. Вот он, у нас получился контур. Что мы с вами сделали? Мы построили с вами логотип на основании разделителей, на основании направляющих. И получили идеализированный красивый геометрический логотип, симметричный. Вообще, вот эти вот направляющие, разделители и так далее, в принципе, основы построения красивых логотипов. То есть, надо думать не о том, как логотип нарисовать, а о том, как правильно выстроить эти все направляющие. Я вам объяснял, наверное, достаточно долго все, но объяснял и старался делать это не быстро, чтобы вы могли уловить суть. Разберите этот ролик, очень много полезной информации будет для вас. В действительности, этот логотип Дума, если я бы сейчас сидел бы у себя на работе по хорошему уточку, я бы его нарисовал, наверное, минуту, может быть, за 10 я бы его отрисовал, может быть, за 8 даже. То есть, тут, на самом деле, достаточно простой логотип, если вы, конечно, понимаете, как его рисовать, тогда он простой. Вернем назад. Все, на сегодня ролик закончен. Напишите свои комментарии. Может быть, киньте мне на страничку ВКонтакте в группу логотип, который вы бы хотели, чтобы я бы разобрал, отрисовал их. И показал вам, каким образом он рисуется. На сегодня, думаю, все. С вами был Андрей Лох. Услышимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok